В Душанбе солнечно и по летнему тепло. Сегодня плюс 25, только вот по ночам уже всего 7-8 градусов. В такой период резкого перепада температуры легче всего заболеть. Как укрепить иммунитет осенью? У таджикистанцев свой секрет. Абу Бакарфу из Улоев подробнее. Теплую одежду пора доставать из гардероба. В солнечный Таджикистан пришла настоящая осень. Если днем еще тепло, то по ночам уже довольно прохладно. Всего плюс 9. Простудиться при резком перепаде температур легко. Особенно детям. Дети, пора в школу! У Меды Афарди свой семейный секрет крепкого иммунитета. В ее доме редко кто болеет простудой. Лекарства для этого не нужны. Каждое утро у Меды готовит щерберинч. Это блюдо меня научила готовить моя бабушка. На самом деле готовить его совершенно несложно. Для начала берем небольшое количество воды, варим рис сначала в нем. Потом добавляем молоко, соль, сахар по вкусу. В конце можно добавить меда немножко. Это блюдо очень полезное, так как в нем содержится много полезных витаминов. У жительницы Душанбе Кебрио Гиосовой свой сладкий рецепт профилактики гриппа и ОРВИ. Мед очень полезный продукт, а если в него добавлять сухофрукты, то будет двойная польза. Например, в этой банке у меня фисташки, грецкие орехи, тыквенные семечки, косточки абрикоса, изюм и перга. В них сотни витаминов и микроэлементов, которые полезны от многих заболеваний, в том числе и от простуды. А вот самое популярное средство для лечения простудных заболеваний – это фитотерапия. В стране растет более трех тысяч лекарственных растений. Например, ромашка, мята, шалфей и гармола хорошо помогают при лечении дыхательных путей. Но врачи советуют использовать их только по рецепту врача. Чаи с травами – это отличное средство для профилактики гриппа. Например, простой чай с ромашкой с добавлением мяты и лимона хорошо укрепит иммунитет. Укрепить свой иммунитет сейчас важно. Хоть и коронавируса в республике нет, но врачи рекомендуют не забывать про санитайзеры и маски в общественных местах. А тем, кто еще не сделал прививку, пройти вакцинацию. Это защитит организм от тяжелых осложнений. Абубак Арфайзулоев, Лутфуло Самадов, МИР24.